Всем привет! Это FreeStudio21.com. Продолжаем читать статью об зависимости от электронных гаджетов. И это вторая часть. Ссылка на первую стоит в описании видео. А теперь мы продолжаем. Попробуем почитать ещё. Итак, мы швыряем экраны или мониторы детям. В течение всего дня, предоставляя им отвлекающие объекты, вместо того, чтобы учить их, как самим успокаиваться, говорит Кэтрин Штайнер Эдер, преподающая или работающая в Гарварде, клинический психолог и автор бестселлера «Большое отключение. Как защитить детей и семейные отношения в цифровую эпоху». Итак, что мы имеем здесь? Первое предложение, конечно, если его переводить дословно, но совершенно какое-то странное. We are throwing screens at children all day long. Я перевела его дословно. Получилось, мягко говоря, не очень. Значит, ясно, что мы так не говорим. Мы не бросаемся экранами в детей. Здесь имеется в виду, что мы скорее отталкиваем детей к мониторам. Вот так это будет, наверное, правильнее. Но здесь, как видите, недословный перевод. Кроме того, если я встречаю вот такую вот фразу, throw something at... Обязательно предлог. Там, условно говоря, something или somebody, это не суть важно. Это бросать что-то во что-то. Обычно бросать в цель куда-то. Не просто швырнуть, куда попало. Бросаться скорее чем-то во что-то. Вот так вот. То есть бросаться камнями в собаку, например. Или бросаться дротиками в какую-то стенку или в дверь. Как-то так вот. Вот это наше во что-то. Это и есть вот это вот at. Далее. Giving them. Обратите внимание, здесь пошел причастный оборот. Давая им отвлекающие объекты. Вот это distraction. Это отвлекающий объект. То есть то, на что человек отвлекается. Далее. Rather than. Вот это интересное. Если дословно, скорее чем. Понятное дело, что получается ерунда. Здесь можно было бы провести синоним к нему и сказать, что это instead of. Вместо чего-то. Instead of teaching. То есть можно так, можно эдак. Далее. Self-suse. Calm themselves down. Это абсолютно аналогичные вещи. Здесь просто для усиления повторяется одно и то же разными словами. Self-suse. Это самоуспокоение. И дальше. Calm themselves down. Это тоже успокоиться. То есть вместо того, чтобы научить их, как успокаиваться самим. Далее. Ну, в принципе, здесь ничего такого нет. Harvard affiliated. То есть человек, сотрудничающий с Гарвардским университетом. Ну, клинический психолог. Это все ясно. И здесь, в принципе, все ясно. Далее следующее. До двух лет детям не следует давать в руки какие-нибудь электронные девайсы. Так утверждает Академия педиатрии. Потому что детский мозг стремительно развивается во время этих первых лет. И юные дети обучаются лучше всего, взаимодействуя с людьми, а не с мониторами. Детям постарше и тинейджерам следует проводить не больше, чем один или два часа в день с развлекательным контентом, предпочтительно с контентом высокого качества. И проводить больше времени свободного, играя на улице, читая, занимаясь какими-либо хобби и используя свое воображение в свободной игре. Рекомендует Академия. Здесь, кстати, классика жанра. Рекомендует Академия и везде шут, 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 аккомодальный глагол. Очень такой показательный абзац. Итак, обращаем внимание. Before age two. До возраста двух лет. Вот так это дословно. Ну, в принципе, так можно говорить, почему бы и нет. Можно сказать просто до двух лет. Before to. Ну, это не очень хорошо звучит. Можно даже красивее сказать. Before they are two. Вот так вот. Тоже правильно будет. И далее не следует. Дальше вот эта интересная фраза. Be exposed to any electronic media. Если дословно быть подставленными под какие-либо электронные медиа. Ну, понятное дело, что мы так не говорим. Значит, я переводила это как давать в руки. Но это тоже не очень литературно. Но по большому счету именно так оно и есть. То есть не следует оказываться под воздействием. Вот это красиво, конечно, но длинно немного. Оказываться под воздействием. Это be exposed to. Вот всего-навсего вот эти три словечка. Далее maintains. Maintains. Если посмотреть в словарь, то это поддерживает. Можно задаться вопросом, а какое отношение это имеет вообще к этому абзацу. Здесь продолжает утверждать. Поскольку здесь и до этого были цитаты из их отчета, то здесь maintains, это как бы продолжает утверждать. Далее начинается цитата. Значит, ну, здесь все, в принципе, понятно. Детский мозг развивается rapidly, стремительно в течение этих первых лет. Ну, и, в принципе, вот это очень интересное выражение. Children learn best. Лучше всего, вот это best, в данном случае, это лучше всего дети учатся. То есть сначала я переведу best, потом я переведу young children, а потом уже learn. И далее by путем, то есть вот это путем или посредством, можно и так было бы сказать, посредством взаимодействия с людьми. Interacting with people. Взаимодействие или общение, можно и так говорить с людьми, а не с мониторами. Далее опять should у нас стоит рекомендация. No more than one. Не более одного-двух часов. Далее with entertainment media. С развлекательным контентом. Ну, я перевела контентом, на самом деле здесь стоит носитель информации, которые развлекают. Ну, то есть мультики, телевизор, там игры какие-то, что-то такое. Это все в общем смысле этого слова. И далее preferable можно просто переводить как лучше всего, или лучше, или желательно, тоже как вариант. То есть желательно с качественным контентом, или предпочтительно, это если дословно, prefer, это предпочитать. Далее, ну, в принципе, здесь все ясно. Play outdoors и так далее, и так далее. Обратите внимание, do hobbies. Не go in for, не еще чего-нибудь, а именно do hobbies. Заниматься хобби. И далее бесподобно. Use their imagination in free play. Свободно играя, пользуйся своим воображением. Use your imagination. Воспользуйся своим воображением. Ладно, посмотрим дальше. Heavy use of electronic media can have significant negative effects on children's behavior, health, and school performance. Those who watch a lot of simulated violence, common in many popular video games, can become immune to it. More inclined to act violently themselves and less likely to behave emphatically, said Dimitri A. Christakis of the Seattle Children's Research Institute. Интенсивное использование электронных медиа может иметь однозначные негативные последствия на поведение детей, их здоровье и успеваемость в школе. Те, которые смотрят слишком много насилия, которое является обычным явлением во многих популярных видеоиграх, могут приобрести к нему иммунитет и стать, ну что ли, более склонными вести себя с насилием или вести себя агрессивно и менее склонными к тому, чтобы проявлять сочувствие, говорит Дмитрий Крестakis из Института исследования детей, я так понимаю, в Сиэтле. Итак, что мы имеем здесь? Здесь классический набор фраз, которые обычно используют, когда речь идет о насилии, о видеоиграх и так далее. Значит, здесь очень интересная вот эта фраза, она стоит многого. Heavy use of electronic media. Интенсивное использование. Здесь, в принципе, можно было интенсив поставить, и это тоже было бы правильно. Но heavy мы встретим не каждый день, поэтому классная вещь, можно взять себе на вооружение. Дальше. Еще один канцеляризм, который бесподобный во всех эссе, докладах и все такое. Have significant negative effects on children's behavior. Вот оно. Может иметь однозначный негативный эффект на поведение детей, их здоровье и школьную успеваемость. Вот прямо перл. Не предложение, а просто клондайк. Я не буду писать перевод, потому что уже очень длинно. Значит, school performance, если мы такое встречаем, это успеваемость в школе. Далее. Те, здесь, по идее, запятую можно было бы поставить, те, кто смотрит много simulated violence, симулированного насилия. Мы так, конечно, не говорим. Здесь имеется в виду насилие, которое происходит не в реале, а на мониторе, скажем так, на экране, в виртуальном мире. Можно было бы сказать virtual violence. Это тоже было бы правильно. Виртуальное насилие. Как хотите. Значит, common. Вот это common. Это обычный. Можно было бы сказать usual. Это тоже было бы правильно. Значит, во многих популярных и все такое. Далее вот это бесподобно. Become immune to it. Это если дословно стать невосприимчивыми или, ну, приобрести иммунитет. Ясно, что мы так не говорим, хотя, в принципе, это то, что мы подразумеваем. Далее вот эта классная вещь. More inclined to act violently themselves. Значит, более склонными. Вот это more inclined to – это более склонными. То есть, более желающими вести себя агрессивно. Далее less likely. Менее вероятно. Вот это likely – это вероятно. Менее вероятно они будут сочувствовать. Behave emphatically. Если дословно вести себя с сочувствием, то есть выказывать сочувствие. Эмфатию. Иногда так и говорят. Выказывать эмфатию – это нормально. In preparing an owner thesis at the University of Rhode Island, Christina E. Hatch asked children about their favorite video games. A fourth grader cited, Call of Duty Black Ops because there is zombies in it and you get to kill them with guns and there is violence. I like blood and violence. Готовя материал к диссертации, в университете Rhode Island Christina E. Hatch спрашивала детей об их любимых видеоиграх. Четырехклассник сказал, это Call of Duty Black Ops, потому что там зомби, и тебе нужно их убивать из ружья. Ну, скажем так, из ружья, условно говоря. И там насилие. А мне нравится кровь и насилие. Так, значит, что мы имеем здесь? Ну, owner's thesis – вот это вот здесь попутно такое словечко интересное. Когда речь идет об owners, имеется в виду либо диплом, либо диссертация. Здесь поди знаю, о чем идет речь. То ли диссер, то ли дипломная работа. Непонятно. Тезисы для дипломной работы или диссертации. Далее. Ну, в принципе, здесь все более-менее ясно. Force Grader – это четвероклассник. Значит, sighted. Изрек, скажем так. Значит, дальше название игры. Все мы знаем, о чем идет речь. В общем, зомби ясно. Обратите внимание. Get to kill them. Тебе нужно их убивать. Там можно было бы сказать You have to kill them. You must kill them. Ну, в общем, это такое. Так, ну и, в принципе, здесь больше ничего такого нет. Едем дальше. Тинейджеры, которые проводят много времени, не играя в видеоигры с насилием или просматривая всякие там шоу с насилием по телевизору, обнаруживают больше агрессии и более склонны драться со своими сверстниками или спорить с учителями согласно исследованию журнала молодежи по молодежи и подросткам. Ну, в принципе, здесь ничего такого нет. Супер невероятного. Здесь явно забыли запятые поставить. Teenagers could spend a lot of time. Хотя, возможно, эти запятые можно было бы и не ставить. Но я бы поставила. Значит, дальше вот это хорошее. Have been found to be more aggressive. Были найдены более агрессивными. Это если дословно. Здесь слово find. Это вставной глагол, который особой роли не играет. Обнаружились более агрессивными. Ну, такое вот. Опять у нас звучит слово likely с большей вероятностью. Дальше слово peers. Peers это сверстники. Argue это ругаться, спорить, перечить, припираться. Ну, ругаться, наверное, очень сильно сказано. Ну, мы будем говорить так, вступать в перепалки. Вот так вот, как вариант. According to. Обратите внимание на предлоги. Дальше слово study. Вот это слово study, это значит исследование. И according to согласно исследованию. Далее, что у нас здесь еще интересного. Значит, обратите внимание. Spend a lot of time playing video games. Проводить много времени. Вот это вот одно сказуемое. А дальше у нас инговая форма. Ну, и дальше violent video games. Когда мне надо сказать, что у меня фильм с насилием, там игра с насилием, короче, где трупы, где кровь, там и все такое. Это violent сначала ставится, а потом, что именно, где это насилие. Опять же, violent shows. То есть, передачи или какие-то шоу там с насилием. Школьные занятия могут страдать, когда время, проведенное с электронными медиа, посягает на чтение и учебу. И сидячий образ жизни с большей частью электронных устройств наряду с телевизионной рекламой и, точнее, телевизионной рекламой высококалорийной пищи может взлелеть, скажем так, нездоровый избыточный вес, который уже является эпидемией среди молодежи в этой стране. Имеется в виду в США. Итак, что у нас здесь интересного? Ну, здесь, в принципе, schoolwork can suffer. Школьная работа может пострадать. Это если дословно. На самом деле, здесь речь идет об учебе. То есть, учеба страдает. Учеба в самом общем смысле слова. Далее. Media time infringes on reading and studying. Слово infringe – это посягать на что-то. То есть, когда media time, имеется в виду время, проведенное за всеми этими электронными игрушками, посягает. Ну, с нашей точки зрения время посягать не может. Но имеется в виду, что время, которое можно было бы потратить на чтение и письмо, отбирает вместо этого стрелялки, гонялки и так далее. Поэтому здесь будем посягать на. Но это не дословный, вернее, это, что ни на есть, дословный перевод. Здесь надо понимать, что нужно начать переводить вот от этого. Reading and studying. Значит, учеба может пострадать, когда на время, которое уделяется чтению и письму, надо подумать, что здесь еще время подразумевается слово, оказывает посягание. Дальше я перевожу вот это, номером два. А потом уже время, проведенное с игрушками. Далее. Sedentary nature of most electronic involvement. Это еще что такое. Иногда еще говорят sedentary life. Вот такая есть фраза. То есть сидячий образ жизни. Sedentary nature of most electronic involvement. Значит, сидячий образ жизни при работе или при взаимодействии с большинством электронных устройств. Вот так вот это будет переводиться. То есть здесь надо фантазировать. Вот это most electronic involvement. Это большая часть работы с электронными устройствами. Ну, а sedentary nature – это сидячий образ жизни. Далее. Along with – вместе с. Это along, в данном случае это вместе. Можно было бы сказать together. Это тоже было бы правильно. Televised ads for high-calorie fare. Телевизионная реклама. Televised ads. И high-calorie fare – это высококалорийная пища. В данном случае слово fare – это пища. Обычно слово fare люди понимают как плата за проезд. Но дело в том, что у слова fare есть масса значений. Далее. Foster. Взлелеет, воспитать. Ну, я не знаю. Взрастить еще как вариант. Вот я напишу взрастить. Мне нравится больше. Могут взрастить. И далее нездоровый, избыточный вес, который уже является эпидемией среди молодежи. Вот такая вот статья. Это была вторая страница. Это была вторая часть. Ссылка на первую стоит в описании видео. Ссылка на PDF-файл, если вы хотите скачать без моих кривулек и почитать просто, будет также стоять в описании видео, равно как и ссылка на оригинал статьи в New York Times. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.